Чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть появился? Вопрос появился один. Иди на место. Ну? Ты здесь? Вот, смотри. Мне вот интересно, мне кажется, что при выезде на главный путь вот здесь должен стоять светофор, или я не прав? А светофор где? Ну вот, где ты находишься, вот здесь где-то. По идее, нет. А смотри. Светофор должен стоять везде. Подожди, а если у тебя, ну, на крестовине маршрут собран, а на выезд на главный путь не собран, как ты это узнаешь? Ты об этом и не узнаешь, тебя ЛСРС не доедаст, тебе это сделать. У тебя будет НЧ, и, как правило, весь сигнал абсолютно остановки сразу. Ну, это понятно. Просто даже на 50 везде вот при выезде на главный путь стоят светофоры. Ну, это опять же неправильно, потому что, ну, по факту, он здесь, как он здесь может быть. У тебя, ну, при вы, ну, с ворота у тебя стоит правило здесь в этом отношении. Хотя есть тоже, я не шибко по сигнализации этого. И не шибко в ней тоже разбираюсь. Ну, все, один стоит здесь, один в входной кресток. Соответственно, перед вот этой стрелкой, которая здесь, он стоит дальше. Все правильно, он стоит дальше. Нормально. Нет, здесь ничего не должно. Хорошо, еще такой вопрос, да, я у себя, ну, не то что у себя, вообще, я считаю, что было бы, может быть, по технической части неправильно, но, допустим, просто красивее было бы, если бы светофору стоял на главном пути вот здесь, рядом со стрелкой или нет? Где-где-где? Вот, где я. Рядом со стрелкой? Ну, вот, где-то вот здесь вот. Угу. Ну, вообще там нормы прописаны, кстати, по идее, сколько от путевого развития должно стоять. То есть это тоже не просто так. По идее, как бы, да, это не принципиально. Кто-то ставит прямо вот здесь вот, что, ну, где-то я видел, что прям ногу вот здесь стоит с той стороны. Ну, а, кстати, по правой, потому что по-левой получается, потому что у тебя справа контактные сети. Вот тут ставят нормы, что типа видно даже, когда кто-то едет или не едет. Подожди, а светофор не может стоять там, где стоит контакт рельс, что ли? Ну, по идее, не должен. А почему? Представляешь, что-то замкнет? Ну, не знаю. Ну, если что-то замкнет, и у тебя целый участок вылетит сразу. По-моему, нельзя. Он с противоположностью вылетит. Ну, представишь, у тебя произойдет каратыш какой-нибудь. Где-то что-нибудь замкнет, там, я не знаю. Все, и у тебя, или состав проедет, ну, по этой же стрелке, там, качаясь, то есть, ну, в динамике, там, у него этот. Не сработает механизм этот, как он, отстегивание, ну, не отстегивание, как он правильно называется, который на такой приемнике стоит, предохраняющий механизм. Очень хитрый такой, чтобы не западала лапа, короче. В случае чего, он не сработает, там, что-нибудь еще, а, ну, возьмет, то есть, ну, пожжет рельс, слегка даже. Контактный рельс, или обычный рельс? Как это называется? Ну, есть, короче, что-то. Контактный рельс, если пожжет, инкретно, бывает такое сечение даже, прям, яркое. Там, что-нибудь отлетит, может, или, там, ударит, сломает, то есть, гофра отлетит, там, я не знаю. Окрепление может отлететь в легкую, почему нет, там, особенно, если какая-нибудь дрезина, там, или мотовоз, что-нибудь такое, который за габарит еще выходит, вылазит постоянно, учитывая наших рабочих. По-моему, нельзя ставить, я могу ошибаться, но, по-моему, нельзя. Понятно. Ну, хотя нет, здесь, видишь, здесь, ну, как бы, тут, тут, видишь, вон, кончается участок, и за ним сразу стоит. Это нормально, вот здесь вот поражает, ну, тут вот он, походу, немножко неправильно. Ну, мне кажется, это не принципиально. А то, что вспышки идут, я всегда наблюдал, в детстве любил, когда поезда выделили со станции. Это просто переход с контажки на контажку, где, скорее всего, идет, или там, ну, может, отходите. Нет, нет, сейчас, сейчас я тебе скажу, даже, как это, пшенисты, если даже при опускании, при спуске даже на пути, он должен поедть сам и отжать, только приемник, потому что он неисправит, значит, одна из-за неисправности, только приемника. Сейчас я скажу, подожди, не уходи, я тебе скажу, как правильно говорить. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok